То, что ей удалось в произвольной программе, это повторить будет очень многим сложно. Посмотрим, как сейчас Кира Корпи, который приветствует болельщики на трибунах, любимица финских болельщиков Кира Корпи, 20 лет этой фигуристки. И она уже была бронзовым призером чемпионата Европы в 2007 году в Варшаве. Ну и вообще одна из трех фигуристок Финляндии, которая борется за самые высокие места. Кира Корпи занималась седьмое место после короткой программы. А две ее подруги по звору за Финляндии. Ой-ой-ой, да что ж такое. Да, сейчас посмотрим, сможет ли она продолжить. Вот она не просто упала, врезалась в бортик. Главное, упала-то она не на выполнении какого-то сложного элемента, не во время выполнения прыжка. Вот в этом случае дается какое-то время, по-моему, две минуты, для того, чтобы вести себя в чувство и продолжить выступление. Ну, конечно, сейчас нужно характер проявить спортсменке, потому что после такой неожиданности она фактически даже не успела еще ни одного элемента выполнить. Это самое начало программы. И вот такое абсолютно ничем не мотивированное, непонятное падение. Ну, я не знаю, может быть, дадут ей начать с самого начала, потому что фактически она еще ничего не успела сделать. Это были только первые секунды ее произвольной программы. Вообще, по правилам, она должна продолжать с того момента, на котором остановилась музыка. Ну да, естественно, это будет не с самого начала. Продолжать будет она. Ну, конечно, это и прошло все бесследно. Тут же она срывает тройной лутс, каскадься с тройным лутсом. Бабочку мы видели в ее исполнении. Вот этот каскадь получился очень неплохо. Тройной церковь, двойной тулуп. КОНЕЦ КОНЕЦ ГОВОРЯТ КОНЕЦ 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 Конечно, падение, странное, непонятное падение, серьезным образом повлияло на выступление Киры Корпи. Конечно, отдают ей должное болельщики. Болельщиков у нее, наверное, сотни тысяч. В Финляндии она, безусловно, любимица всей страны. Но вот то, что с ней произошло, она так пытается понять, что сама ничего не в состоянии понять, что же с ней произошло, почему же она так упала. Ну, конечно, снижена будет оценка из-за падения. Ну и не все у нее, естественно, получилось потом в прыжковой той же части. Ну, давайте сейчас посмотрим, должны нам показать, что же произошло в самом начале программы. Да, конечно, ошибка самой фигуристки. Такое вот впечатление, что она как-то под большим углом вдруг стала находиться ко льду и потеряла равновесие и упала. Ну, вот сейчас режиссер, показав это падение, сейчас, наверное, будет показывать все элементы, которые у нее получились. Получились очень неплохо. Но был сорван в самом начале программы тройной луц. Естественно, и каскад тройной луц, тройной тулуп. Это один из таких козырных каскадов. То есть каскад 3-3, вот я так смотрю, только у трех участниц был заявлен. И вот как раз Кира Корпи должна была сделать самый сложный каскад, тройной луц, тройной тулуп. Вот там ничего близко не получилось, потому что просто она сорвала первый прыжок тройной луц, там была бабочка. И, в общем, она за него ничего не получит, за этот каскад. Она, кстати, опережала Алену Леонову не так совсем ненамного. Где-то на 2,5 балла. Но, тем не менее, вот ее ей поставили неплохо. 3 балла вот ей сняли за это падение. 139,01. И 1,01 балла. Она проиграла, проиграла более 4 баллов нашей Алене Леоновой. И 2,5 балла. 6 баллов, все баллы цвет.